Антон, добрый день. Сегодня ничья против Владимира Федосеева. Закономерен ли результат? Да, какая-то мистика, честно говоря. Когда-то Стейнис выдвинул такой постулат, что король может защитить себя сам. А тут отец по неразвитых фигурах пошел сначала налево, потом направо, потом пошел в ноги на Е6 и как-то справился один. Как и в лучшие годы Павла Мальдиния, справлялся один против пяти нападающих. Можно было главное Мальдиния и вратарь. Так это вот король на Е6 и все. Я только думал, что может где-то все-таки найдется мат в один ход. Но только кооперативный какой-то находился. Король на Е6 и Е4 мат. Да, да. У меня какие-то шахи были там на Аш-3 возможности, не знаю. Странно, мне хочется верить, что эта линия закрыта. Хочется все-таки искать. Хотя что можно сделать? Хлипкому человеческому организму противомощи компьютера беспощадного. Тоже верно. После вчерашней партии пришли в себя немножко? А вчера-то, собственно, партии не было никакой. Одна ошибка в дебюте. Сонда-6 выбор неверного плана. Тоже вот постулат забыл. Главное, нельзя менять центральную пешку на крайнюю. Вот. И после этого особой интриги не было. Я сразу понял, что позиция плохая, близко к безнадежной. Ну, хотя дожил почти до контроля. Даже в какой-то момент у меня возникли иллюзии. После Ф-4 где-то? Да, что вот сейчас я нападу. И где-то там вечный шахт. Но не тут-то было. Любовная лодка разбилась об этом, как у Маяковских. Да, бывает и такое. Так, ты о чем-то грешет. Какие планы на выходной день? Я знаю, вы едете сеанс давать в империю. Да, нужно подготовиться к сеансу прежде всего. Потому что уровень сибирских шахматистов очень высок. И с каждым годом он все растет и растет. Да, а мы падаем. Где-то мы уже близки. Близки к балансу сил. Так что сеанс будет непростым. Еще пару турниров в Койковском, а вы сравняетесь. Да, спасибо. Хорошо, спасибо и удачи в оставшейся части турнира. Спасибо.